Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале! Я сегодня решила снять видео при закате солнца, но особо еще не закат, оно сюда вот пришло. Сейчас у нас седьмой час вечера, солнышко западное. Вы знаете, это просто какая-то фантастическая картина. Так, сейчас я вам орхидейки покажу, вот эти вот мои, которые находятся в общем кашпо. Но каждая в своей индивидуальной посадочке. Цветут прекрасно, нарастили, дорастили массу бутончиков, распускают их, замечательно себя чувствуют. И притория моя, и мой орликин, не знаю, я его так называю. Вот, так, ну и теперь смотрите, что я сегодня вам хочу показать. Наверное, помните, эту бедолажку, которую мы 10 дней назад с вами пересаживали вместе. Было достаточно длинное видео, но по-другому реанимация не снимается. Видео длинное, поэтому не ругайтесь, пожалуйста, на меня. Потому что реанимация, она очень дотошный такой процесс, да. И чем мы внимательнее отнесемся во время реанимации к нашим растяжкам, да, именно подготовки к посадке, самой посадке, тем положительнее будут результаты и эффект от реанимации. Смотрите, вот это вот моя морелия. Помните, да, что я привезла ее из Аби, вот я название подписала, я всегда так делаю. У меня такие деревянные палочки, и я перманентным фломастером, маркером перманентным, я делаю запись именно вот таким образом. Прикрепляю вот так цветоносы, у меня всегда название перед глазками. Вот, смотрите, то есть в горшочке я вот такие вот, некоторые ставят в горшочке таблички с указанием, да, я делаю вот так, чтобы она особо не портила внешний вид, но зато было все красиво и эстетично. Ну, я так придумала в очередной раз, вот так, подсказка вам. Смотрите, как хотите, как вам удобно, так и делайте. Так, чтобы название не сбывать, ну, вы знаете, я, у меня все спрашивают, Ирина, как вы помните название ваших растений? У меня какие-то подписаны, какие-то нет. Ну, вы знаете, у меня просто нереальная какая-то память на свои растения, на свои растюхи. А давайте-ка я вам покажу дальше, что у меня тут происходит. Все в лучах, озарено лучами, лучами западного солнышка. Видите, вот такие мои растюшки. Вот они, красотки. Если хотите, я вам могу все показать, рассказать о своей шикарной кливе, которая постоянно у меня цветет. У нее там просто толстенные стебли. Но давайте, я могу очень много делать отступлений от темы. Смотрите, морелия, которую мы пересадили с вами 10 дней назад. Реанимация, реальная реанимация, которая проводится у меня в отношении этого растения. Вы помните, корней практически не было. Все корни, тяжи я зачистила. Оставила белые ниточки. Ну, это тяжи так называемые. Вот, оставила белые ниточки. И там только один был корешок. Вот я вам сейчас его покажу. Который более-менее жив. Как видите, я немножко изменила посадку. Я добавила мох, потому что он у меня не спрятался. Он у меня вот так вот проходит. Я устелила мох и раз в три дня просто с пульверизатора орошаю вот эту поверхность мха. То есть дозирую, дозирую минимальное количество влаги, чтобы не перевлажнить растение. Именно то, которое находится в реанимации. Ну, как видите, да, состояние, по крайней мере, не ухудшилось. Это радует, безусловно. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать? Смотрите, значит, вот эта шейка, которая очень сильно меня напрягала, которая была черная. Помните, да, я снимала остаток листа, который в магазине там где-то отвалился. Вот, она была, видите, тень от моей руки, солнышко достаточно низко, вон она располагается. Но решила вам вот такую вечернюю съемку сделать красивую, да, на закате солнышко. Вот эта черная, вот, с этой стороны. Так, надо мне брать палочку. Мне уже подсказывали, чтобы я палочку брала. Ну, забыла. Ребята, извините, я исправлюсь. Вот эта черная шея, она не прогрессирует. Слава Богу. Все, набухла немножко вот здесь вот шейка. Вот здесь скоро появится корешок. Вот он виден. Вот здесь вот набухла шейка. Вот, даже два там таких бугорка появились. Так, все, думаю, хорошо. Хорошо, естественно, цветочки какие-то, вот они подвяли, поникли. Вот эти вот нормально себя чувствуют. Цветонос мне писали, девчонки, мальчишки, удаляйте это, корней нет, удаляйте, удаляйте цветонос. Но я не вижу, как бы, таких вот отрицательных моментов, которые бы меня реально заставили пока его удалить. Если бы что-то я видела, что растение угрожает, что тот корень живой, который остался, он один-одинешенек, но с множеством отросточков, да, корневых вот таких вот. Вы помните, наверное, да? Кто не видел видео, можете посмотреть. Недавно совсем это видео вышло с этой реанимацией. Давайте смотреть. Шейку я вам показала. Все меня устраивает, все радует. С другой стороны шейка, как себя чувствует. Так, по бокам, что я еще при посадке орхидеи не делала, сейчас я сделала. По бокам я поставила вот эти держатели дополнительные, за которые закрепила листочки. Чтобы они набирали тургор, так проще растению, орхидейкам, набрать тургор листиков. Вот реально проще. Я заметила, что она как-то повеселела. Так, затем цветонос я не удалила. Кое-какие цветочки я вот срезала, да. Вот этот бутон, независимо от того, что у нее отвратительная корневая, она распустила. Вот он распущен, но он уже, видите, губку поджал, то есть он скоро отцветет. И скоро, вероятно, я его обрежу, вот этот цветонос, с одной стороны. Но вот эти еще цветут, красавцы, и ничто им не мешает. Вот, значит, растение тянет. Все это мне нравится. Корень, значит, тот, который находится в горшочке, он, значит, работает. Раз и набухла шейка, хотят выйти новые. Сейчас я буду доставать и буду вам показывать. Так, она сидит на фитиле, посажена на дно керамзит. В объем добавлена кора. Давайте вот сейчас вот так поставлю, чтобы она у меня не... На подставке вот на моей крутящейся вот этой, демонстрационной, которая такая, опять мне сделал супруг. Он мне сказал, я тебе сделаю красивую демонстрационную подставку, смотрите, какая, на которой ты будешь показывать свои орхидейки. И сам все сделал, придумал вращающуюся мне платформу. Вот. Рукодельник мой. Так, 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 смотрите. Значит, вот там вот тяжи остались. Вот корешочек немножечко, он как бы чуть-чуть цвет поменял, переувлажнен. Так, затем я ее поливала, когда же я ей давяла, дня три назад. Я буквально чуть-чуть дала в поддон ей водички. Вот. Здесь у нас проходит фитилек в объеме. Вот он, корешок, который сохранил виламин. И ничего с ним не происходит, все нормально. То есть, процесс гниения корня, корней, я остановила. Вы знаете, снимаю, мне не очень нравится, что у меня рука тенем на горшочек. Так, ну, захотелось мне солнышко вам показать. Так, значит, с помощью фитиля дозирована влага подается в объем горшочка. Увлажняется керамзит, как вы видите, да? Вот смотрите, вот они все-таки и фитиль дает влагу, и испарение из горшочка, они вот они сюда. Это будет достаточно особенно поврежденным корням, поверьте. Они же, вы знаете, это же эпифиты. Они, произрастая на деревьях, они корнями именно из воздуха влагу добывают, понимаете? Здесь вот процесс, то есть, для того, чтобы гниение не происходило, влагу я вообще вот практически не держу, да? То есть, вот некоторые вот так наливают и все. Здесь не нужно этого делать. Фитиль работает, все нравится, тяжи в горшочке есть. Корешочек, вот он, еще один идет. Вот, более-менее, ну такая, конечно, корневая, с не очень таким здоровым цветом горешочков. Но, вы знаете, пока меня все устраивает. Вот она, еще шейка поближе, вам покажу. Та чернота, которая на ней осталась, я ее предпочла не трогать, ребят, вы знаете? Я понимаю, что она как обугленная деревяшка, и поэтому решила не трогать. Потому что там как бы срезать и вырезать уже нечего. Там реально вот обугленная такой вот поверхностная ткань. Вот, с живой там ткани сверху нет, и поэтому я не стала трогать. Думаю, посмотрю. Ну и хорошо, что я не стала трогать, видите? Вот, какие-либо другие действия можно успеть предпринять, да? Но нужно обязательно все это ежедневно, с утра и вечерком я к ней подхожу и наблюдаю за ее состоянием. Вот я вам показала, как себя чувствует реанимационная орхидея в посадке. То есть я ее сделала не посадку в керамзитный фитиль, как я делаю, да? А я посадила, потому что там был длинный корень с многими отводками. Вот он был один, но у него было очень много отводков. Именно тоже корешочков живых. Поэтому вот такая посадка и вот такое состояние орхидеи через 10 дней после пересадки. После обработки в спорбактерине я ее вымачивала, вы помните. Вообще мне очень нравится, как работает спорбактерин. Вот поэтому, вы знаете, прекрасный эффект двойной. И положительные споры, и антибактериальный эффект в этом препарате присутствует. Очень хороший препарат. Вот такая сегодня тема. И я вам показываю своеобразный отчет, как себя чувствует орхидейка после пересадки через 10 дней. Все, слава богу, благополучно. Вот этот листочек центральный у нее даже как-то стал повеселее. Мне нравится. И вот эти хорошо себя более-менее. То есть, знаете, вот сморщивание самих листочков, оно прекратилось. Оно вот было, а сейчас вот я дополнительного сморщивания уже не наблюдаю. То есть, все хорошо. Все, я вам все рассказала, что я поменяла. Да, устелила мох, да, все. И подпорочки поставила под листочки. И это все, что я сделала за 10 дней. Ну и два раза полила. Сейчас раз в три дня я увлажняю поверхность мха чуть-чуть. Вы знаете, вот даже я вам скажу, что такое состояние шеи, меня, я даже вот подставляю салфетку, вот так вот, чтобы не намочить, когда я из пульвизатора обрызгиваю мох, чтобы у меня, не дай бог, попала влага на шейку растения. Вот в данном случае, в таком, какое состояние шеи, да, мы, конечно, обращаем внимание, чтобы, не дай бог, увлажнить. Потому что можно получить обратный эффект. Разговаривать могу много и рассказывать вам всего. Поэтому сегодня я буду заканчивать. Наболтала много всего. Перевожу кадр, да, именно на те растения, с которых начинала это видео. Буду с вами сегодня прощаться. Желаю я вам здоровья, как всегда. Мне написали в комментариях, что очень нравится, что я здоровья желаю. Вы знаете, ребят, после определенного возраста я поняла, что здоровье жизни – это самое главное, самое важное. Будет здоровье, у нас будет с вами все и всегда. Желаю вам здоровья, благополучия. И всем пока-пока.